Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья. Сегодня у нас будет необычный видос, в котором мы проверим какой из пабгов рациональнее всего скидывать в свои карманы. А именно косарь рублей, 10 долларов, 34 гривны, 5000 тенге и так далее. Я уже делал такой ролик 4 года назад и чуть ли не выбил скин мумии за копейки в старой версии мобайла. И пощупал сет ледник, правда в ныне покойном пабг лайте. Ну и как раз сегодня мы посмотрим, что изменилось за 4 года. А главное, что мы можем себе позволить в пк пабге, пабг мобайле и пабге ньюстейте на 1000 деревянных. Не считая конечно роял пассы. А если мы соберем под этим роликом 10 тысяч лайков, то я сниму аналогичный эксперимент, но с 5000. Также напишите на что бы вы потратили эти деньги, а мы начинаем видос. Итак, начинаем мы с пк пабга, но у пк пабга есть некий чит код. Здесь мы можем купить скины на торговые площадки в стиме и они по идее не потеряют даже в стоимости. Я специально нашел, что можно купить за 1000 рублей и в целом здесь есть чем поживиться, так скажем. Например, вот такой вот кожаный худи. Он даже в цене растет, прикиньте, вы купите его за 900, он станет 1100. Хотя раньше он стоил ев. Короче, тут тоже есть что купить, но как по мне это будет чительство по отношению к пабмобайлу и пабжинью стейту. Кстати, вот такой вот еще можно... А, ну костюмчик тут не соберешь, можно просто себе купить такую вот олимпийку прикольную. Короче, да, тут можно себе что-нибудь собрать на 1000 рублей и потом даже это вернуть обратно, так скажем, и вернуть деньги тоже назад. Вот за это я, конечно, и люблю стим маркет, что здесь можно так вот скинчики менять как перчатки. Кстати, эта юбка, по-моему, тоже стоила раньше 20 тысяч, а сейчас она стоит 1000 рублей. Так себе инвестиции в пабг. Но давайте вернемся к привычному нам магазину внутри игры. Так, а что у нас снова тут? О, починил. Короче говоря, у нас в игре появилась новая валюта, это G-коины. В прошлом выпуске, который был 4 года назад, не было этой валюты. И все вещи в магазине продавались за доллары, которые списывались со стимовского кошелька. Сейчас у нас пабг ввел свою валюту и получается по нашей задаче мы должны потратить около 1050 G-коинов. Именно столько мы получим за 1000 рублей. Да, не верится, что за это вот это 1000 рублей. Ладненько. Давайте посмотрим, что у нас есть в магазине. Итак, пока что под наш бюджет подходят сундуки. Значит, 5 штук. Сундук архивиста. Я, честно говоря, не очень понял эту ветку с сундуками здесь. Тут что-то типа, какое-то создание. Ты получаешь какие-то наброски, потом создаешь какие-то себе куски скинов из каких-то других донатных штук. Короче, ребята, это муч какая-то. Нас интересует конкретно, вот купил, одел и побежал во двор вот это вот гонять. Так, ключи для кейсов тоже нам не интересны. Я хочу купить вот именно что-то надежное, знаете. Чтобы прям вложить, так сказать, капитал. Вот, это, кстати, идеально подходит нам по цене, но по внешнему виду я бы не сказал. Это что-то очень такое яркое, прям пипец. На ту свинцер, на ту свинцер. Ну, для фаната Na'Vi, кстати, неплохо. Да и в целом так довольно ярко, но, по-моему, для игры, где важно камуфлироваться, это наоборот скорее минус. Вот с коротком прикольное, с коротком мне нравится. Так, окей, берем на заметку. Если что, возьмем вот такой вариант. Так, и батин-батин костюм у нас затесался. Бляк какой, и в школу, и на свадьбу, и на похороны. Еще и легендарный, ну, конечно, он легендарный, 100 лет уже. Что еще у нас тут имеется такое? Харли Квинн. Кстати, вот этому костюму уже 100 лет. Почти каждый Хэллоуин добавляют. Оу май. Так, это деду надо. Ууу! На самом деле, не знаю, в чем прикол, но сейчас и ПК-пабк, и мобайл, все скины почему-то превращаются в какой-то стриптиз-клуб, особенно батл-пассы. Честно говоря, я вот не понимаю, ребята, с чем это связано. Все-таки это шутер, в него играют парни, и типа обычно парни покупают всякие брутальные скинчики. Даже если посмотрите на всякие популярные скины, да, это всегда какие-то брутальные, там, не знаю, необычные, типа МК Ледник, или Бэйб. И типа, почему вот такие скины стали добавлять так массово, неужели на них большой спрос? Ребят, признавайтесь, кто их скупает? Так, набор мистер, набор мистер Макс. А, мистер Маун и есть. Ё-моё, тут дядька подуставший уже, конечно. На самом деле, это актер, кстати, довольно неплохой. Но, честно говоря, я не фанат. Хотя, ну, для тех, кто фанатеет, прикольно. Он еще, там, в бюджет подходит, даже деньги остаются. У него еще тут две формы. Вот, тюремная есть. Да-да, вот мне нравится, кстати, неплохо, неплохо. Что еще у нас есть? Шлемаки подходят под наш бюджет. Человек-билборд. Что тут, подписывайтесь на сенник. О, нифига себе. Вот это, кстати, крутая анимка. Чисто такой козырнул своей статой. Еще лицо такое счастливое. Ладно, это, кстати, тоже классно. Как всегда, сандалеты у нас тут продаются за 200 G-коинов. Короче, у нас, грубо говоря, можно G-коины перевезти в 1 рубль. Такое вот у нас соотношение сейчас. Поэтому сандали за 200 я себе лучше настоящие куплю, блин, в Ашане. Что еще у нас? Опять какие-то... Да уж. В таком будет тесновато бегать. Сковорода такая вот вулгарная. А вот наборы нам, кстати говоря, что-то как будто бы не по карману. Есть вот такой вот какой-то цыганский Скар. Блестящий. С дракончиками. Что-то типа драгон лор. Что еще у нас тут имеется? Шлем, кстати, прикольный. Какой для фанатов, кто думает про империю пару раз в день. На самом деле, реально, если без шуток, то крутой шлем. Что еще? Что еще? Что, морской стиль? Ну, это у нас уже выходит за бюджет. Шляпы, шапки. Оу, 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 оу. Это вот, кстати, уже неплохо. 1490, блин, ну это выше нашего бюджета. Ля, ну это, это блат. Мужики, мне кажется, такое надо брать. Блин, ну он выше бюджета. Я не знаю, можно ли. У меня, конечно, хватает на него. Но под рамки ролика это не попадает. Можем взять просто плащ за эти бабки. Но, блин, плащ без той морды, он не смотрится, конечно. Ладно, что еще тут есть интересного? Тут еще есть общий набор. Но это, конечно, уже вообще за гранью. За гранью просто нашего бюджета. Так, это что у нас? Это футболка Киш. Так, опять. Вот это вот, вот это вот. Пацаны, это для вас добавляют? Честно признаетесь. Почему такой спрос на такие скины? Я не понимаю. Кто их покупает? Это, кстати, еще тоже прикольный наборчик. Стимпанковский такой. Опять же, по бюджету он нам не проходит. Хотя тут есть и скин на внедорожник. Ля, какой. Ну это, блин, это мафия 5. Это же офигеть. Но это вообще не по бюджету. Еще, кстати, какой-то такой победный танец пропустили. Ну, и хорошо, что пропустили. Так, ну в целом это все. Больше у нас в магазике ничего такого нет. Дальше у нас уже идут за батлпойнта. И это уже не по адресу. И что мы решили? Что мы решили? Мне вот больше всего понравился вот этот персонаж. Я не знаю, может, конечно, разрабам позвонить в скидку, попросить еще дополнительную. Но я бы лично перешагнул через наш бюджет и взял хотя бы вот это. Чтоб косарь был потрачен не зря. Я, наверное, ребята все-таки возьму такой вот вариант. Потому что больше ничего интересного я тут не вижу. Конечно, да, с прошлого раза появилось намного больше скинов. Они стали разнообразнее. Так скажем, для всех возрастов. И 40 плюс тоже. Поэтому, да, тут разрабам респект. Но чисто под наш бюджет, к сожалению, подходит только человек вот этот вот восковой грешник. Человек свеча. Поэтому я, ребят, беру его. И чисто на 500 рублей мы переваливаем за рамки ролика. Для комплекта возьму все. Но чисто считайте, что формально мы купили плащ. Так, забираем. И вот такой вот набор у нас получается. Что ж, вышло немного нечестно. Но зато удалось купить то, чем можно будет с удовольствием пользоваться. А чисто для эксперимента считайте, что мы купили один плащ. Итак, мы в PUBG Mobile. На очереди у нас эта версия игрушки. И тут на 1000 рублей у нас получилось получить 660 UC. Это почти на 30% меньше, чем в прошлый раз. Честно говоря, я с прошлого раза новости не читал. Не знаю, что случилось и почему так подорожали UC-шки. Ну да ладно. Давайте посмотрим, что мы можем купить на 660 UC. Как я сказал в начале, самые лучшие покупки это точно батл пассы. Потому что конкретно в случае с мобайлом они окупаются целиком, если вы достигаете 50 или 100 уровня. Поэтому тут вообще вопросов нет. Давайте посмотрим, что тут по ящикам. Значит, вот такое у нас тут аниме хайп Бакуганы. Честно, не знаю, так себе. Что еще у нас тут? Мне кажется, надо пособирать по-любому вот эти вот прокруты со скидками. И с рулеток тоже. Но меня главным образом интересует вот неожиданно KFC. Давайте попробуем крутануть здесь тоже один разок. Посмотрим, что выпадет. Пока что пройдемся чисто вот такой бич вари... Ох, блин, чуть шлемак не выпал. Чисто такой бич вариант, короче. По всем пройдемся сейчас открытиям скидочным. Я, честно, в рулетках, ребят, не силен. Это не мой профиль на ютубе. Поэтому не смейтесь сюда такой нубарик. Так, что у нас тут выпадает? Ага, проклятие на понос выпало. Хорошо, забираем. Спасибо. Я так понимаю, что чисто вот за идильтеть и какой-то скин получить, это типа нереально практически. Вот в таких вот рулетках. То есть тебя игра будет доить по-полному. Вот отлично. Это то, что я хотел. Спасибо. Я, честно говоря, даже настолько стар, что не всегда понимаю, как эти механики в рулетках работают. Потому что они каждый раз разные. Отлично, серебро. Спасибо. Давайте доджи покрутим. Может, у нас сейчас хелкетик выпадет. На хер, заплавал, конечно. Так, что еще у нас тут имеется? Давай, я вантус хочу. Ну, естественно, бесполезняк. Блин, рулетки это просто топ. Вот их реально смотреть только на ютубе. Само открывать себе дороже. Лаки Трэжер. 40 UFC. Я уверен, что выпадет какая-то херня. Но давайте попробуем, окей. Раз мы решили по всем пройтись. Вот скриньте, сейчас бесполезняк будет. Ну, пф, естественно. Давайте пробуем зайти в магазин. У нас здесь, кстати, есть набор оружия АКМ. Ну, кстати, неплохо, за 8 UFC. Но, честно говоря, особо не впечатляет. Что у нас тут? Сова. Уцененная почему-то. Не знаю, что с ней случилось. Вот, это то, что нам нужно. Костюмы. Как я помню, тут цена указана. Первая цена указана на временный костюм. Это, конечно, полный дрист. Я не знаю, как можно себя не уважать, чтобы покупать временные скины. Это бред полный. Ну, давайте, допустим, посмотрим, сколько вот можно там минимально себе взять костюмчик на постоянку чисто. Вот в наш бюджет вообще что-то помещается из этого? Жесть! 3 600 за вот это! Ну, это... Я не знаю. Короче, тут такой самый-самый дебильный костюм стоит, ну, типа, там, 1800 на постоянку. Ну, в 2000, грубо говоря. Так, у нас тут есть ящик с эмкой ледник. Не знаю, можем крутануть. Посмотреть, вдруг она выпадет здесь. Ну, один точно давайте откроем. А вдруг? Сейчас с первого раза, прикиньте. Это же будет хайп лютый. А, пистолет. Так, а что в этом ящике у нас интересненького? Ну, что-то есть, допустим. Да, давайте, попробуем. Тоже бомжа прокрут такой. Так. Кепка. Ну, кепка это хотя бы не серебро. Типа, как по мне, хоть что-то уже. Вот теперь у нас, смотрите, ребят. 10 прокрутов можем бахнуть. Я думаю, что это будет самый правильный вариант. Как распродиться оставшимися деньгами. Потому что в остальном, в остальном это просто беда какая-то. Тут ничего не купишь, просто это жесть. Вот, ребят, может быть я в этой игре слабоват, да? В том плане, что я не знаю, куда деньги грамотно засунуть. Напишите, как бы вы грамотно потратили 660 UC. То есть, если не считать Royal Pass. Я давайте все-таки крутану ящик, где есть М-Каледник. И буду чисто надеяться на нее. Давайте. Открываю 10. Так, хочу пиксел с М-Каледник. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Что это? Это у нас... Что? Что это? Временной скачок. Ну, типа нормально, наверное. Ага. Такая вот голова. Ну, кстати, выглядит мощно. Прикольно так выглядит. Ну, не знаю, стоило ли оно почти 1000 рублей. Честно говоря, так себе. В общем, все, что я сейчас выбил, у вас на экране. Как по мне, не так печально, но все-таки ничего интересного мы не выбили. Но спасибо PUBG, что хотя бы голым нас не оставил. Надеюсь, в New State нам повезет больше. Итак, последний на сегодня PUBG. У нас PUBG New State. Раньше был PUBG Lite, но его, к сожалению, похоронили. Надеюсь, та же участь не ждет New State. Хотя, напишите вот в комментах, играете ли вы в New State вообще или нет. Потому что я в него уже не заходил, наверное, год. Причем у меня даже партнерку забрали, которая у меня была. Ну, что поделать. Давайте попробуем потратить здесь денежек. Получается, у нас 1000 рублей. Это 3600 NC. Плюс 250 бонус. Это 3850. Короче говоря, получается. В общем, давайте 4000 NC. Это у нас 1000 рублей. И посмотрим, собственно, что здесь можно сделать. Давайте зайдем в магазин. По-моему, он тут должен быть прям магазин-магазин. О, магазин за NC. Так, у нас тут купоны продаются. Всякие смены ников. Чайка шаблона. Короче говоря, просто какие-то бусты и карточки продаются за NC. Магазин Престижа. Что у нас тут? Золотая маска. Так же, Престиж с новой валютой, я так понимаю, какая-то. А, типа как серебро. Ё-моё, тут, смотрите, нападили скинов золотых. Что за цыганский стиль. Ай-яй-яй. Ну ладно, это нам не очень интересно. Я так понимаю, что у нас тут тоже нет никакого выбора, кроме как крутить либо рулетки, либо кейсы. А, вот, кстати, рулетка. Да, это у нас рулеточка. Кстати, что мы тут получаем на 4000 NC. Это у нас, типа, 10 прокрутов, 15. Ну ладно, давайте хоть посмотрим, что тут есть. Стоит отдать должное, костюмы в Нью-Стейте, они реально шикарные. Вот это про то, что я говорил, что сейчас мобайлы и ПК в какой-то стрип-клуб превращают. Здесь раздравы пытаются поддерживать... Ладно, забудьте, что я говорил. Просто забудьте. Ну ладно, все-таки хорошие скинчики вот иногда попадаются. Причем тут еще и такие... Вау! Еще и анимации такие жесткие. Как еще раз это услышать? О, смачно. Короче, ящиков тут очень много. Но проблема в том, что нам-то открытий, я так понимаю, не хватит. Блин, ну давайте попробуем. Ладно, у нас получается, смотрите, можно покрутить по два раза, например. 8 кейсов по два раза. Мне кажется, это неплохо. Например, давайте два раза крутанем вот такой вот кейсик. Так, что тут выпадет? Футболка рич. Ну мы сегодня в натуре рич. Деньги на ветер спускаем. Так, и еще разочек. Уже без скидки, правда, за 300 НС-шек. Да, сапоги. Отлично. Так, ящик целица паутины нам ничего не дал. С фонарем? Ну ладно. А, так он 500 стоит? Ни хрена себе. Со скидкой 250. Офигеть. Так, наборчик выпал. Ну это, кстати, неплохо. Но что-то второй раз я крутить его не хочу за такую сумму большую. Так, тут тоже скидка. Короче, мы, ребят, все скидки собираем. Оу, тут что-то красненькое. Ну-ка, 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 ну-ка. Рюкзак. Сюрикен ниндзя. Ну, неплохо. Хотя, конечно, костюмчик было бы получше. Так, уже 850 юсимы потратили. Это практически, практически четверть того, что есть. Вау. Что у нас тут баги? Ё-моё. Ай да, косичок. Ну вот, что поделать. Не без греха у нас, пап. Ладно, давайте дернем. Хотя, конечно, в контексте этого... С ящика звучит не очень. Но посмотрим, что здесь. А, ну, давайте еще разочек. Так уж и быть. Ага, светилась лего, а выпадает синька. М-м-м, маска. Замечательно. Так, итого у нас что уже? 1450 NC у нас улетело в трубу. Давайте снаряжение говномеса откроем. Вот фаны, кстати, тоже здесь вообще того рода. Художникам не устоит твоим респект. И еще один разок. Так, тут что-то фиолетовое. Ну-ка, 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 ну-ка. Что это? Вау. Берил культ морской конек. Кстати, кстати, это неплохо. А, ящик костяной хранитель с бешеной анимкой. Давайте попробуем его крутануть. Тут тоже все поломалось, короче говоря. Но ничего страшного. Так, дергаем. Что-то фиолетовое. Вот это, кстати, хорошо. Что тут? Что тут? N24K столом. Вот, блин. Почему в нюх стоит и падают хорошие скины, а в мобайле какой-то шлак? Ну, и давайте, наверное, еще разочек его крутанем. Он очень дорогой. Целых 500 NC. Но оно того стоит, походу. Что-то красное. Так, так, так. Блин, старая школа. Ну, это, блин. Надо же так подловить. Я думаю, тут какой-нибудь костюм сейчас упадет. Или голова, я не знаю. Ящик шелклац. Так, ну, что это? Какой-то роблок скринж. Не знаю, крутанем. Ну, давайте за 150 крутанем. Больше на это отдавать как-то желания не имею. Кимоно. Поношенное. Хорошо, спасибо. Так, у нас еще есть где-то полторы. 1000 NC-шек на то, чтобы их потратить. Давайте по скидкам дойдем. 250. Как будто бы игра знает, что вы крутите это бесплатно. И дает вам какую-то хрень. Королевский сундук. Давайте откроем, посмотрим, что тут дают. Синько, ну, естественно. Слава богу, здесь хотя бы не падают временные скины. Вот эти вот мои мобайлоненавистнические. Так, что это? Вау, какой тигра. Вот это, кстати, прикольно было бы дернуть. Ммм, что-то фиолетовое. Так. Что это будет? Наряд мисс механик. Это, кстати, хорошо. Я видел, что такой же скидчик есть, по-моему, в этом, в мобайле. И там, я думаю, он стоит солидных денег. Можно еще разок королевский сундук дернуть. У нас, кстати, остается тысяча инсишек. Хотя, давайте тогда, ладно, давайте поразумнее их будем использовать. Я бы что еще открыл? Вот мне вот эта паутинная тема нравится. Я предлагаю открыть три ящика по 300 инсишек. И как раз закруглимся. Так, синяя. Херня. С этого ящика пока ничего годного не упало. Так, что, черный кролик где-то? Дергать мы на черного кролика не будем. Вот такой еще раз можно открыть. Тут это тоже неплохой. Так, ну, естественно. Вот хоть на прощание бы что-нибудь выпало. И остается у нас с вами 400 инси. Этот у нас не хватает. Этот шлак. Этот не хватает. Что, королевские сундуки откроем? Ну, давайте. Последний. И косарик у нас улетает в трубу. Что тут выпадает? Вот очки черные, бля, отлично. Все, ребят, одеваю их. И ухожу плакать просто. Тут ситуация похожа на мобайл, но намного больше полезного лута с неплохими костюмчиками и пушками. В общем-то, результаты у вас на экране. Напишите, пожалуйста, в комментариях, к типажу, мнение все-таки лучше просадить косарь. В мобайле, ньюстейт или все-таки в ПК-пабге. Лично мне показалось, что ньюстейт намного щедрее, чем остальные версии. А также, как я и просил, пишите, как бы вы распорядились или обычно распоряжаетесь такими деньжищами. А также ставьте лайки, пишите комментарии и, разумеется, подписывайтесь. А с вами был я, Илья, и КСНХ. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.